физкульт привет друзья и ученики сегодня важная и интересная тема белково-углеводное окно миф или реальность нужен ли нам с вами после тренировочный коктейль а если нужен то каков должен быть его состав протеин или углеводы а может быть и то и другое все эти вопросы порождает фитнес-индустрия из-за разрозренности информации большая часть которой противоречит друг другу но мы сегодня расставим все точки над ай и поймем что как и почему большинство людей посещающих тренажерные залы задаются вопросом ускоряет ли восстановление накопления гликогена в печени и в мышцах после тренировочный коктейль сначала давайте разберемся что такое гликоген и зачем он нужен гликоген соединенные в цепочку молекулы гликозы которые формируются в печени и мышцах после приема углеводной пищи которая превращается в сахар избыток которого трансформируется в глюкозу и дальше случае ее неиспользования в гликоген процесс этот называется гликолиз но нам с вами важен гликоген именно мышечной ткани который при физической работе расходуется первым и с этой точки зрения для продуктивной тренировки важнее после тренировочного коктейля то что мы съедим за 2-2 с половиной часа до начала тренировки так как источник гликогена это углеводы то нам с вами заправиться необходимо именно сложными углеводами перед тренировкой от 60 до 100 грамм и добавить к ним примерно 25 грамм белка углеводы должны быть комплексными чтобы инсулин высвобождался медленно и без резких скачков инсулин будет помогать белкам легче усваиваться а углеводы при таком раскладе не будут откладываться в виде жира когда мышечный гликоген истощен на помощь приходит гликоген хранящийся в печени который превращается в глюкозу поступая в кровоток подпитывая мышечные клетки но все это вы и без меня знали это что после тренировки у организма есть еще много часов для восполнения запасов гликогена и после тренировочный коктейль не играет вроде бы такой важной роли но это будет ошибкой потому что смотреть на это нужно под другим углом и искать ответ через понимание других процессов о чем я говорю речь о чувствительности мышечных и жировых клеток к инсулину самому мощному из анаболических гормонов до инсулин это самый мощный анаболический гормон если рассматривать после тренировочный коктейль через призму увеличения чувствительности к инсулину в мышечных клетках и уменьшению в жировых то он является наивознейшим инструментом при помощи которого вы сможете набирать сухую мышечную массу теряя при этом жировую это ли не то о чем мы все с вами мечтаем но почему после тренировочный коктейль так важен чтобы набирать сухую мышечную массу и жечь при этом жир нам с вами необходимо как воздух повысить чувствительность к инсулину в мышечных клетках и понизить его в жировых для этого необходимо придерживаться определенных простых правил в питании и тренинге и контролировать инсулин с помощью тренировки питания если в первой половине дня делать два инсулиновых всплеска и один после сразу по окончанию тренировки то мы как раз таки с вами этого и добиваемся когда чувствительность к инсулину будет повышаться в мышечных клетках а в жировых понижаться самый лучший способ не считая конечно инъекций привести к скачку инсулина после тренировки это выпить коктейль из быстрых углеводов и гидролизованного протеина плюс конечно же бца не забывайте что инсулин самый мощный анаболический гормон который к тому же отвечает за накопление клетками питательных веществ а вот какие клетки он будет питать мышечные или жировые мы с вами и должны диктовать ему иначе по всем законам природы он будет больше подпитывать именно жировые клетки так что друзья всегда выпивайте после тренировки белково-углеводный коктейль плюс бца если вы хотите более подробно узнать о инсулине гликемическом индексе об инсулиновом индексе как ими пользоваться а также как правильно составить рацион в силовые кардио тренировки для того чтобы набирать мясо и жечь жир я дам ссылочку на статью в описании к видео я всегда стараюсь дать вам материал в таком виде чтобы вы спокойно могли сами ориентироваться во всем и составлять себе программы для тех же кому лень или нет времени разбираться во всем этом пишите мне в личку вконтакте и я составлю вам подробный план тренинга и питания подскажу когда и как делать кардио как правильно питаться это мой заработок но понимаете что изучая мои видео и мои статьи вы можете самостоятельно делать все это также не забывайте посещать мой сайт мой инстаграм и группу вконтакте все ссылки в описании к видео следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал хэви метал джин специально для вас если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы пишите их комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока субтитры сделал DimaTorzok